Сооружение расположено в штате Боливор. Местные жители сняли на видеопожар охвативший подстанцию после взрыва. Подмечается, что власти пока не высказали официальную версию происшествия, но они не исключают, что взрыва не было и на электростанции произошло с самого сгорания. Вечером 7 марта почти вся вынесла осталась без света. Масштабные проблемы с электроснабжением были зафиксированы в 23 из 24 штатах. В столице Каракаси перестали работать светофоры, метро, магазины и система денежных переводов. Сотни людей не могли покинуть столичный аэропорт. Тотальный глэкаут продлился 7 часов, после чего электроснабжение было восстановлено в ряде восточных штатов страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал происшедшей электрической войной со стороны США. Национальная энергетическая компания страны объяснила случившиеся диверсии на гидроэлектростанции Эль-Гури в штате Боливор. Министр связи и информации Хорхе Родригес также заявил, что сооружение пострадало от кибератаки из США. Как известно, ситуация в Венесуэле обыстрелась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста спикер парламента Хуан Уайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия же, как всегда, поддержала диктатора Мадуро. Редактор субтитров А.Семкин